Повышение зарплаты работникам социальной сферы позволит сохранить рабочие места. Так считают казахстанские преподаватели, находящиеся в Японии на курсах повышения квалификации. Кандидат исторических наук Гульнар Смогулова вспоминает, как во время кризиса 90-х многие ее коллеги, высококлассные педагоги, были вынуждены оставить преподавательскую деятельность. Появилась нехватка учителей как в школах, так и в колледжах и вузах. С тех пор объемы финансирования сферы образования ежегодно только растут, говорит ученая. Кроме того, за свои труды работники образования могут получить различные гранты и премии. А сейчас, напротив, несмотря на мировой кризис, государство при непосредственной поддержке президента Казахстана дает большие возможности. Благодаря такой политике служащие смогут сохранить работу, смогут совершенствовать свои навыки и внести свой вклад в развитие экономики нашей страны. Надбавка к стипендии студентов составит 25%. А с 2017 года все выпускники школ смогут получать бесплатное профессионально-техническое образование. Благодаря этому проекту на предприятия, создаваемые в рамках индустриализации, придут работать молодые подготовленные специалисты. Так считает кандидат технических наук Лизат Сатаева, которая также прошла в Японии 10-дневный курс стажировки. Мы все знаем, что уже начинается вторая пятилетка индустриального и инновационного развития. И для предприятий, которые были определены в рамках индустриального и инновационного развития страны, необходимы будут работники именно профессионально-технического направления. И для этого, конечно же, отрадно, конечно, это будет большой плюс, что вводится бесплатное обучение именно по таким направлениям. Благодаря этому будут подготовлены качественные работники именно для работы на таких предприятиях. Мы казахстанцы, поддерживаем своего президента во всех его начинаниях и надеемся и верим в то, что мы все вместе сообща победим этот глобальный кризис.